Угомонья дуб зелёный, золотая цель надувит дом, и днём и ночью хоть учёный, всё ходит по цепи кругом. Эти бессмертные струки способен продолжить любой из нас. Именно Александра Сергеевича Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Сказки Пушкина приходят к нам с самого раннего детства, что мы его начинаем любить, и он доказывает нам какие-то чувства своими стихами и поэмами. Он пишет всё такими красивыми словами и для нас понятными. Он описывает всё очень красиво и волшебно. Что ни говоря, без Пушкина и правда никуда. Мы встречаем времена года пушкинскими строками «Мороз и солнце день чудесный», мы подходим к зеркалу с фразой «Яль на свете всех милее», и даже когда строгий начальник ругает нас за не сданный вовремя отчёт, в голову приходит «Выпьем с горя, где же кружка». Одним из любимых мест, где можно вспомнить с детства знакомые произведения, остаётся областная библиотека имени Максима Горького. Сегодня в рамках акции «На языке своём родном» любой прохожий имел возможность вспомнить цитаты известных людей и освежить свои знания. Стараемся, привлекаем наших читателей к таким акциям, к таким мероприятиям. У нас проходит очень много мероприятий, связанных с чтением, посвящённых книгам, каким-то авторам, писателям, где как раз мы уделяем очень большое внимание русскому языку. По словам библиотекарей, никакие электронные носители не способны вытеснить обыкновенные книги. Поклонники бумаги и запаха типографской краски продолжают перечитывать до дыр любимые произведения. Я электронные книжки редко читаю, у меня их нет. Русский язык занимает восьмое место в мире по общему числу владеющих им людей и по результатам проходившего недавно в стенах библиотеки тотального диктанта можно сказать, что за уровень грамотности рязанцам не стыдно.